МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это развитие предпринимательства и торговли Хакасии. Анастасия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе реализуется в Хакасии с прошлого года. Что происходит в этом году? Как ведется работа в рамках тех условий, которые мы на сегодняшний день имеем? Национальный проект – это, в первую очередь, огромный комплекс мероприятий. Они разноплановые. И они все сохраняют свою актуальность. Конечно, часть мероприятий, которые проводятся при личном взаимодействии с предпринимателями, нам пришлось отложить. Часть ушла на цифровую платформу. Мы теперь работаем в новом формате. И наверняка этот формат с нами и останется. Однако сегодняшняя ситуация вносит корректировки и в реализацию национального проекта. Нам приходится в условиях, когда государству будет государственное регулирование и даже приостановление некоторых видов деятельности говорить о новых мерах поддержки, о выстраивании новых акцентов в тех поддержках, которые сегодня существуют. И хочется отметить, что часть мероприятий, она продолжает быть актуальной и сегодня. Это были предприниматели, которым пришлось остановить свою деятельность. Они сели, имели возможность посмотреть на свою работу со стороны. И кое-кто начал перестраивать, переформатировать свой бизнес. И сегодня в этих условиях продолжают быть очень актуальными. Безусловно, это консультирование. Я напомню, что Фонд развития Республики Хакасия оказывает бесплатные консультации. И речь идет не о специалистах самого фонда, а о привлечении профессиональных экспертов, которым Фонд развития оплачивает услуги. Чтобы было понятно объема, в прошлом году было оказано более 800 подобных консультаций. Продолжает быть актуальным и такое направление поддержки, как сертификация в широком понимании этого смысла продукции. И на сегодня были проведены уже отборы и по подрядчикам, и по тем, как вам будет предоставляться данная услуга. Она не останавливалась, она продолжает также активно работать. Третье направление, которое становится очень популярным, это, конечно, популяризация. Мы в прошлом году начали это направление, когда Фонд развития оплачивает маркетинговую компанию организации. И сегодня мы уже имеем даже конкурс среди тех, кто желает воспользоваться данной услугой. Пришлось расставить акценты и вывести на первый план те мероприятия, которые стимулируют и обеспечивают рынок сбыта. Я анонсирую два проекта, которым мы сейчас уделяем много времени. Это проект по выращиванию поставщиков. Его смысл заключается в том, чтобы максимально увеличить долю местных производителей, поставщиков товаров и услуг в объеме тех заказов, которые производят крупные предприятия. Это наши крупные и отделения крупнейших предприятий нашей страны, которые осуществляют деятельность на нашей территории. Смысл проекта заключается в том, что те предприниматели, которые желают получить тот самый гарантированный сбыт, это второе название нашего проекта, мы составляем индивидуальную карту развития для этого предпринимателя, которая предусматривает не только все возможные меры поддержки, которые к нему могут быть применены, существующие в нашей стране, но в том числе и возможность проведения профессионального аудита, его производственного процесса, если на примере производственников, привлечения профессиональных экспертов из центров инжиниринга, центров прототипирования на каком-то этапе, для того, чтобы оценить тот производственный процесс, который он имеет, оценить производственные мощности и говорить о повышении производительности, о снижении себестоимости и прочих вещей. И на основании результатов этого обследования выстроить последовательную цепочку его развития для того, чтобы местный производитель мог соответствовать тем критериям, которые крупные заказчики обычно предъявляют. Я говорю не только об объеме, но и о качестве той продукции, которая производится. Второе направление – это, конечно, наша активная работа сейчас с крупными торговыми сетями, в первую очередь федеральными. Мы здесь также свои задачи видим максимально увеличить долю на полках наших местных производителей. Это очень сложная задача, она имеет многоплановый формат, трудности с этим связаны, но мы видим здесь перспективу, мы понимаем, как с этим работать. И мы надеемся, что уже к концу года мы сможем показать какие-то результаты этой работы. Основное изменение по национальному проекту и изменение акцентов в его актуальности перешло, конечно, к теме льготного кредитования. Как основное направление, потому что оно сейчас занимает максимальную долю в том объеме финансирования, который на национальный проект был выделен. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, Анастасия Николаевна, что часть программ вы уже назвали. Какие программы региональные входят в нацпроект? Вообще национальный проект имеет пять основных направлений. Это региональный проект, который уносит название «Улучшение условий предпринимательской деятельности». Второй – это уже озвученное предоставление льготного финансирования. Третий, самый глобальный по финансированию обычно, это программа акселерации, которая предусматривает работу наших основных организаций инфраструктуры и все мероприятия, которые входят в их функционал. Это направление популяризации предпринимательства и предпринимательской инициативы и направление по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Вот четыре из первых обозначенных ведет Министерство экономического развития, поэтому о них я могу более подробно, конечно. Ну и какое из них наиболее актуально на сегодняшний момент, опять-таки? Вы уже сказали, что это льготное кредитование. Во-первых, есть какие-то еще темы, которые сегодня наиболее важны для нашей республики? Наверняка большинство зрителей слышало выступление президента, в котором он объявил о выделении дополнительных средств на финансирование региональных микрокредитных компаний для как раз предоставления мероприятий по льготному финансированию. На сегодня уже принято решение, вышло соответствующее постановление правительства Российской Федерации. И в ближайшее время, я надеюсь, что мы завершим процедуру заведения этих денег в республику, республике выделено дополнительно почти 160 миллионов рублей для капитализации нашей некоммерческой организации «Гарантийный фонд». Я напомню, что 100% учредителем данной некоммерческой организации является правительство Российской Федерации, республики Хакасия, говорю. И основная цель ее существования является не зарабатывание чистой прибыли, как большинство финансовых организаций, а поддержка на льготных условиях. И если сложить и новую декапитализацию, которую мы проведем, и те средства, которые в национальном проекте были заложены ранее, то речь идет о том, что на льготное финансирование в этом году мы направим около 200 миллионов рублей. Чтобы было понятно, насколько это льготное финансирование, то основное условие – это всегда процентная ставка. Процентная ставка по этим средствам будет варьироваться от 1% годовых до 5,5%. Это очень доступные условия. Из нового хочется отметить, что мы пересмотрели условия, и теперь средства займа могут быть направлены на рефинансирование той задолженности, которая у предпринимателя уже была. Еще из самых главных новшеств, что наличие задолженности, в том числе перед бюджетом, не будет препятствием для получения займа. Еще из основных условий – это сумма кредита до 3 миллионов рублей, сроком кредитования до 2 лет. И также еще из нового, что ранее предприниматели, которые даже в дополнительных акведах имели подакцизные виды деятельности, они не могли пользоваться мировой поддержкой. На сегодня это условие устранено. И в большинстве отраслей, если основной аквед все-таки не подакцизные, а вот тут отрасль, а подакцизные либо добыча полезных ископаемых в дополнительных, то этот предприниматель также может получить заемные средства на льготных условиях. Стоит обратить внимание, что мы пошли на беспрецедентные условия, мы снизили ставку до практически минимальной. И для тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающей промышленности и готовы даже в условиях сегодняшней ситуации сохранять свой штат и фонд оплаты труда, то к ним может быть применена подобная ставка. 1% годовых и 3% годовых. Анастасия Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие были финансовые вливания в республику и на какие цели в рамках всех тех программ и проектов, которые вы перечислили? В рамках национального проекта на этот год было заложено финансирование около 200 миллионов рублей. С учетом принятого решения о выделении дополнительных на микрокредитование, у нас увеличился объем финансирования до суммы 372 миллиона рублей. Но, повторюсь, основная львиная доля приходится теперь на льготное финансирование, это предоставление займов и поручительств на льготных условиях. Существенной долей остается эта работа наших организаций, инфраструктуры, поддержки. И я говорю не об обеспечении их деятельности, а именно о финансировании мероприятий, которые они осуществляют. То, что касается финансирования по этим направлениям. В прошлом году в республике начал работать Центр поддержки экспорта. И, несмотря на пессимистичные разные взгляды, более 300 предпринимателей обратились за мерами поддержки и получили их в разной степени. И мы видим реальный результат, который выражается в заключении внешнеэкономических контрактов и поставка после их подписания. Этот процесс также очень многоплановый. От анализа возможности экспортирования до приведения своей продукции к определенному уровню, путем в том числе решения производства и выстраивания, повторюсь, этих связей. На это направление в этом году заложено около 27 миллионов рублей. Я повторюсь, они предусматривают прямую финансовую поддержку. То есть оплату услуг при введении и подготовке к этой деятельности. Продолжает активно работать Центр «Мой бизнес». На его мероприятие заложено почти 40 миллионов рублей, 38,8 миллионов. Это та же популяризация, это та же сертификация и выше обозначенные мероприятия. Мы пересмотрели в плане акцентов в национальном проекте и расширили финансирование по поддержке социального предпринимательства в моногородах. Наверняка вы уже слышали, что в этом году мы впервые составляли перечень реестра социального предпринимательства в Республике Хакасия. Мы практически завершили эту работу. На сегодня в нем в реестре включены 34 социальных предпринимателя. Это очень разные предприниматели. Разные направления работы вы имеете? Да, разные направления работы. И так как в России принято понимание социального предпринимательства не только по сфере, которую ты осуществляешь, но и исходя из того, кто на тебя работает, то есть каких сотрудников ты обеспечиваешь работой. Если большая часть из них относится к социальным категориям, то вне зависимости от того, чем ты занимаешься, ты социальный предприниматель. И для такого вида бизнеса предусмотрены прямые гранты, невозвратные, до полутора миллионов рублей. И если до настоящего момента финансирование этого направления составляло 19 миллионов рублей, то исходя из сегодняшней ситуации, мы практически в два раза планируем увеличить, больше чем в два раза, до 44-45 миллионов рублей финансирование. И мы надеемся, что это направление тоже внесет некую активизацию в экономику наших многородов. Анастасия Николаевна, я думаю, что сегодня будет очень логично и для социальных предпринимателей, и для бизнесменов других категорий сказать какие-то добрые, теплые пожелания, потому что наша с вами программа выходит в эфир в преддверии Дня предпринимателя. Спасибо. Замечательная возможность. Вы знаете, сегодня очень трудно говорить о каких-то словах поздравлениях, потому что многие находятся в очень тяжелой ситуации. И мне бы хотелось в первую очередь выразить уважение к этим людям, потому что по роду деятельности приходится сталкиваться со многими. И это удивительные люди. Это люди, которые не боятся брать на себя ответственность, которые не только за себя, но и за своих сотрудников. Это очень талантливые, инициативные лица. И то, что мы видим в последнее время, это не только бизнес в плане зарабатывания денег. Это дело, которым они живут. И мне бы хотелось благодаря этой возможности, конечно, пожелать успехов, пожелать, чтобы скорее сегодняшняя ситуация вернулась к нашей стабильной, обыденной, рабочей жизни. Да. Ну и берегите себя и своих близких. Спасибо. Спасибо вам за столь доброе пожелание. И до встречи в эфире, Анастасия Николаевна. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся на канале РТС. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин